Мы о семье размышляли о ценностях, материальных ценностей мы не касались, но вот что люди, бывает, ценят. Ну вот, допустим, в еврейском народе есть такая ценность, я заметил, что ценность человеческой жизни. И все те жертвы, которые, жертвы Холокоста, они были записаны в определенную книгу, и даже создана такая песня, которую можно непрерывно петь, и состоящая из имен. Одних имен, ну, имен, фамилий вот этих жертв. И есть даже такая одна традиция, что эту песню нужно петь непрерывно, вот в течение пяти суток. Есть также у них такая ценность, что единство, определенное сохранение единства, сохранение традиций, ну, это тоже определенная их ценность еврейского народа, да. Есть такая ценность у других народов, допустим, у народов Кавказа, что почитание старцев, да, перед лицом седого вставай. Или чтобы, если тронут нашего, да, то мы обязательно заступимся, да. Ну, тоже было бы здорово, если бы у русского народа была такая ценность, что если где-то нашего тронули, да, то мы встанем гурьбой и заступимся. Но, к сожалению, у нас нет такой ценности, да. Может быть, есть какие-то другие ценности. Есть ценность, допустим, которую мы до определенного момента в своей жизни не ценим – это здоровье. Ну, год назад, как сказать, приобрели мы дом, уже год живем, да, но вот Владислав Васильевич даже спрашивал, ну как, вот есть радость? Ну, радости нету, если ты потерял здоровье, тебя в жизни мало что начинает радовать, да. То есть, когда есть вот эта ценность, здоровье, да, и молодой, наверное, не ценишь, что у тебя это есть. Но когда ты потерял, то потом начинаешь ценить и много бы готов отдать за это. Есть такая у нас пословица «От сумы» и «От тюрьмы не зарекайся». А кто потерял свободу, тот начинает ценить свободу. Вот, мы тоже, да, не ценим. Кто-то имел, ну, даже из наших братьев, да, кто-то, ну, вот, семь суток побывал. Побывал, вот, и думаю, да, хорошо иметь свободу. Или в больнице полежал какое-то время, где ограничена свобода. Начинаешь, выходишь и начинаешь ценить. Знаете, в Священном Писании тоже есть определенные ценности. По-моему, Плет написал такую книгу «Наше богатство во Христе». Вот во Христе есть определенные ценности, то, что Христос нам дает, и то, что мы можем оценить, ценить. Вот, допустим, Тимофею написано 6.6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Благочестие – ценность. Ну, хорошо, когда, ну, что такое благочестие? «Презирать сирот и вдов в их скорбях, а хранить себя неоскверненным от мира». Вот, когда у тебя чистое сердце, да, когда ты хранишь себя неоскверненным от мира, тебя ничего не тревожит, тебя не запинает грех никакой, у тебя сердце чистое, у тебя мир в душе, ну, это ценность, это, ну, это дорого стоит. Когда от тебя совесть не беспокоит, когда ты ходишь и радуешься от этого, что сердце у тебя чистое, что ты приобрел такую способность быть в этом мире, но от этого мира несколько вернятся. Есть определенная ценность, да, что быть довольным, довольным. Вот в любых обстоятельствах. Есть такие примеры, в литературе читал, что человек, когда обратился ко Христу, он имел такую способность каждый день радоваться и за что-то Бога благодарить. Здорово. Ну, вот с кем бы мы хотели больше иметь общение? С человеком, который унывает и который тебе рассказывает свои болячки там или рассказывает, вот, как все в этом мире плохо, ну, вот, свои какие-то несчастья, или человек, который думает, я свою печаль друзьям не понесу, я лучше радостью поделюсь со своими друзьями, да. Унылый дух сушит кости, а человек оптимистичный, ну, с ним радостно иметь общение, и люди тянутся к таким людям, ну, ценят таких людей, которые всегда оптимистичны, всегда выражают радость, да. Ну, это большая ценность приобрести такое качество, быть всегда довольным, быть благочестивым и довольным. Есть такая ценность, о которой мы в послании Якова читаем. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Яков говорит, радуйтесь, радуйтесь, почему? Ну, эти евреи претерпевают гонения, у них искушение, у них испытание в их жизни настало. И Яков говорит, вы радуйтесь, почему радуйтесь? Потому что нынешние испытания вас произведут терпение, вот поэтому и радуйтесь. Ну, а терпение, это тоже определенная ценность, она важна. Вот, а почему я должен радоваться, что в моей жизни терпение будет, и оно увеличится? Ну, если так, по-житейски размышлять, что терпение в семейной жизни, оно важно? Оно важно. Почему христиане не разводятся? Потому что они читают священное Писание, и они понимают, что лучше терпеливый. Ну, в притче где-то написано, да, лучше терпеливый, чем лучше храбрый. Да, вот. То есть, мы понимаем, да, где-то в семейной жизни оно важно, лучше потерпеть, лучше где-то, ну, в отношении с детьми. Я думаю, что, наверное, я стал терпеливее. Думаю, что стал терпеливее. Вот, в отношении, допустим, с детьми, в отношении, ну, раньше больше взрывался, больше выражал негодование, а сейчас, думаю, в отношении сыновей, в отношении дочерей, надо проявлять, ну, в особенности, да, в отношении с сыновьями посложнее бывает. Надо проявлять больше терпения. Оно потом принесет свои плоды, потом это вознаградится. Но тут даже Яков пишет, что вот 12 стихом, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его». Ведь не все, ну, терпение важно для того, чтобы в конечном итоге достичь вечности. Потому что претерпевший до конца спасется. Потому что тот человек, который имеет терпение, ну, как написано, что Царствие Божие усилием берется, а там и терпение имеет важную роль, что все надо претерпеть. Вы знаете, вот и в больнице лежал, и если я, ну, вот в ковидном центре лежал, там не свидетельствовал, а уже когда в областную больницу попал, там один человек, ну, мало там людей лежало, там в палате по двое человек, сначала один молодой человек, я его спрашиваю, ну, с тобой кто-нибудь когда-нибудь о Боге разговаривал? Он говорит, нет, надо же, человек до 20 лет дожил, и никто с ним о Боге не поговорил. Потом более пожилой. Вот, и мысль потерял. В общем, терпение терпение важно в конечном итоге для спасения души. Следующая ценность, следующая ценность, следующая ценность, Евангелие от Матфея записано. Мы очень хорошо знаем это место. 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго моё на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим». Покой. Это очень тоже важное качество, и бывает, когда заглядываешь внутрь себя, думаешь, вот сегодня как-то мирно на душе. Мирно, покойно, да? А бывает, этот покой можно и нарушен, да, бывает. Потерять его можно этот покой. Бывает очень часто беспокойство, как какая-то проблема на работе, вот годовой отчёт, там что-то, и беспокойство. У меня каждый год годовой отчёт, и я вспоминаю прежние года. Вот как годовой отчёт, так нету радости. Десять дней каникул, и беспокойство на душе. А как я его сдам? Всегда, ну, всегда сдаю, а всё равно беспокойство. И со временем как-то больше покоя в этом отношении стало. А супруга говорит, ну, какие-то проблемы на работе, она говорит, да, всегда же всё проходило, всегда же, что ты теряешь покой? Вот довериться, да, научиться довериться Богу, свою жизнь доверить, свою работу доверить, свою семью доверить в руки Божьи, иметь такую веру, чтобы покой не нарушался. Это ценное качество. иметь надежду и иметь веру, и иметь сердечный покой. Христос говорит, не забудьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам будет о себе заботиться. Важное качество, да, иметь покой. Ну, люди стремятся к счастью. Но в чём счастье? Счастье, когда есть мир на душе, счастье, когда есть покой, когда есть довольство, когда есть радость. Ну, это не счастье, а всё это даёт Христос. Ещё Евангелие от Луки, 15 глава. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его, фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто вец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдёт за пропавшую, пока не найдёт её? А найдя, возьмёт её на плечи свои с радостью и, придя домой, созовёт друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мной, я нашёл мою пропавшую овцу». Ну, все три притчи Евангелия от Луки – это притчи о потерянной радости. И все эти притчи Иисус Христос говорит фарисеям. Почему Он говорит, что у них такой вопрос возник? Почему ты не идёшь с нами в общение с фарисеями, а почему у тебя общение с мытарями и грешниками? И Христос объясняет. Во-первых, Он объясняет, почему? Да потому что они во Мне нуждаются, я им могу, то есть они себя чувствуют бедными, несчастными, пропавшими, и я им могу дать покой, радость, мир, а вы потеряли. Вы потеряли, вы не имеете милости в себе, вы не имеете радость. У вас нету радости от того, что люди приходят ко Мне и я даю им освобождение. У вас нету от этого радости. Вы потеряли её. И Христос им объясняет. И Христос сам источник радости. Вот тут написано в притче этой, что Христос сам имел радость. Радость от того, что когда Он трудится на этой земле, когда Он ищет заблудших грешников, у Него самого радость. И радость у кого? Радость на небе. Это тоже ценность, это тоже ценность, радость, о чём мы говорили. И здесь именно имеется в виду, что можно потерять. Можно потерять всё. Какие-то ценности в жизни мы накапливаем. Бывает такой момент, что мы можем потерять. Мы можем потерять мир, мы можем потерять покой, мы можем потерять благочестие и радость мы можем потерять. Но дал бы Бог, чтобы наоборот, мы не теряли, а находили. И здесь как раз в 15 главе и говорится о том, третья притча, что блудный сын он как раз нашёл то, что он однажды потерял. И ещё одну мысль, которую я хочу сказать здесь, что если мы потеряли, всегда есть надежда найти, что нужно сделать. Во всех трёх притчах говорится о том, что чтобы найти, чтобы найти, нужно искать. Пастырь, пастух, он искал овечку. Женщина, которая драхму потеряла, она искала. То есть она была активна, занимала активную жизненную позицию. И блудный сын не просто думал и говорил, что надо бы пойти к отцу, но он встал и пошёл. Пусть Господь благословит, если у нас, мы чувствуем, что у нас недостаёт мира, радости, покоя, этих ценностей, которые есть, о которых написано в Священном Писании. Пусть Господь благословит, чтобы мы были так же активны в том, чтобы искать и находить. Аминь.